МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Культура. Время новостей. В студии Михаил Зеленский. Здравствуйте. Европа без границ. Формирование того культурного фона, исторического фона, который мы имеем сейчас, он проходил на этой огромной территории. Выставка в историческом музее о жизни в эпоху Железного века. Прорусское бессознательное. Я стал немножко больше понимать, что такое любовь к родине. Максим Диденко ставит в Театре нации левшу по мотивам повести Лескова. И размышления об архитектуре. На 19-м листе была обнаружена первая помета на итальянском языке. В Пушкинском определили владельца трактата Витрувия из собрания музея. Археологическая выставка «Железный век. Европа без границ» открывается в историческом музее. Более 1300 экспонатов отражают культуру, хозяйство, повседневную жизнь людей, живших на территории Европы в первом тысячелетии до нашей эры. Осваивать железо человечество начинало в 9-м веке до нашей эры. Историки ставят точку выхода из этой эпохи – первый век нашей эры. Однако некоторые считают, что «Железный век» продолжается до сих пор. Мы не переназываем эту эпоху, там каждый раз эпоха атомной энергии, эпоха электричества и так далее. Мы живем в эпоху железа. Железный век продолжается. Это на самом деле очень важно. И, собственно, мы попытались показать ранний «Железный век». Новые орудия труда, наконечники, кинжалы стали прочнее и служили дольше. Новое оружие, копья, сабли, а также защита воинов. В прочных шлемах уже не так страшно идти в бой и завоевывать новые территории. Так возникали новые цивилизации. На этой выставке многие экспонаты покажут впервые. Ведь почти 80 лет целый пласт артефактов хранился в запасниках трех крупнейших российских музеев, как трофейные экспонаты. И только сейчас немецкие специалисты смогли атрибутировать их. Те ценности, те уникальные памятники истории и культуры, которые оказались под этим термином перемещенные, самое главное, чтобы они не были скрыты. И чтобы они были представлены широкой общественности, любителям истории, просто специалистам. На выставке стало возможным соединить те вещи, которые были, скажем, в одном захоронении. Но после Второй мировой войны часть из них оказалась в Союзе, а часть осталась в Германии. Как, например, в случае этого захоронения эпохи раннего Латена. Это погребение из Бессерингена в Германии. Здесь встречаются вещи из трех музеев. Вот эта гривна в центре, великолепный образец кельтского искусства, редчайший экземпляр. Она хранилась в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Вещи сверху, это детали колесницы. И снизу, тоже ее детали, хранились в Государственных музеях Берлина. А вот этот замечательный кувшин, это русского облика, в котором, собственно, и находился прах погребенного, находился в Государственном армитаже. И вот впервые они здесь встречаются вместе. Здесь предметы культуры скифов, кельтов, обитателей территории Северного Кавказа, кабанской культуры. Железо здесь появилось в 7 веке до нашей эры. Недавно на территории Сочи был найден необычный шлем, который в историческом музее выставляют впервые. К нему прикреплен предмет, который до этого традиционно всеми учеными считался пекторалью, то есть украшением коня. На грудном изображении коня здесь мы видим, что они прекрасно в 8 веке до нашей эры. Эти два предмета комбинировали, и в данном случае это не пектораль, а украшение боевого шлема вот этого знатного кавказского воина. То есть мы можем открыть еще какие-то новые интересные страницы. Видимо, и границы между государствами, как показывает история, не были преградой для взаимодействия культур. Итруски вели активную торговлю с греками. Большое влияние на скифов оказала цивилизация, существовавшая на территории Северного Причерноморья. Так что выставка «Железный век. Европа без границ» стала иллюстрацией того, что во все времена культуры разных стран переплетались и становились богаче. Юлия Кундрюкова, Сергей Харламов. Новости культуры. Премьера в Театре нации. Максим Диденко поставил спектакль «Левша». Получилась фантасмагорическая история по мотивам повести Николая Лескова. Яна Музыка расскажет подробнее. Очень сложная конструкция. На сцене многоуровневое металлическое сооружение. Артисты в шутку называют этот объект «скалодром». Чтобы это собрать, нужно 20 человек. Каждый раз перед спектаклем конструкция из плоских щитов особым образом накрывается. Это главный элемент оформления сцены. Специально для этого спектакля изобрели особый материал. Монтаж этой монументальной конструкции занимает двое суток. Гора земли русской. Воротить горы физически очень тяжелая работа. Очень жесткая просто такая штука, с которой работают такие дядьки с такими бицепсами. А у меня не очень получается. Ну вот так примерно. Это как такая скульптура, которая каждый раз перед спектаклем создается. Мария Трегубова в данном случае не просто художник спектакля, а автор визуальной концепции. То, чем я занимаюсь, то, чем мне интересно заниматься, это, наверное, можно назвать визуальной драматургией. Когда с помощью образов, а образы создаются декорациями, костюмами, деталями, реквизитами, какими-то идеями, мелкими и крупными и так далее. Вот с помощью этих образов рассказывается история. Историю про левшу создатели этой постановки рассказывают на свой лад. Поставить Лескова режиссеру Максиму Диденко предложил худрук театра нации Евгений Миронов. Я, на самом деле, от Евгения Витальевича очень долго убегал, а он меня догонял с этим левшой, потому что мне казался этот текст каким-то таким, как сказать, детским, что ли. И только когда он меня догнал, в конце концов, я перечел эту повесть, я понял, насколько это поэтическое глубокое произведение, которое средствами такого языкотворчества исследует, скажем так, основы русского мироздания. Главный герой спектакля – монтировщик. Он левша. Жизнь его изменилась, когда однажды выиграл билеты в театр. Спектакль про Горбачева. Горбачев женой. Ходят артисты такие, ну, нет, по именам не знаю, но такие известные. Примикаршицы. Смотрю, на афише написано «Народный». Ну, думаю, оу, если народный, это долго. И действительно, три часа. Артист произносит монологи, написанные драматургом Валерием Печейкиным. Само классическое произведение со сцены не звучит. Текст Лескова – титрами. Я думаю, что мой левша очень отличается от того, что мы привыкли обычно, читая Лескова, представлять. Но, с другой стороны, на каком-то глобальном, на глубинном уровне, мне кажется, что он абсолютно левша. Главную женскую роль исполняет Диана Вишнёва. Стальная блоха тут больше похожа на фарфоровую куколку. Вначале эта заграничная штучка смотрит на всех свысока и демонстрирует чудеса техники, на которые способна. И левша её оживляет. С одной стороны, он её подковывает, но он вселяет в неё душу. И она становится где-то такой русской женщиной, русской бабой. И со своей горечью, печалью, страданием. И в то же время, как русская женщина всё на себя это принимает, делает это органично. По словам режиссёра, этот спектакль – исследование нашего национального бессознательного. Наверное, я стал немножко больше понимать, что такое любовь к родине. И что любовь к родине – это не любовь к государству, а любовь к людям и к земле. И к языку, к культуре. Яна Музыка, Евгений Шевчуков, Игорь Горбачёв, Александр Кубасов. Новости культуры. Фильм мексиканского режиссёра Мишеля Франко «Новый порядок» вышел в российский прокат. В 2020-м он получил приз Большого жюри Венецианского фестиваля. Вторую по престижности награду конкурса. Многих это решение возмутило. Станислав Анисимов уже посмотрел картину. Незваные гости на роскошной свадьбе. Не просто срыв торжественной церемонии. Это часть восстания, которая разворачивается в стране. Его предпосылки гости предпочитали не замечать. И каждый из них поплатится за это. Фильм Мишеля Франко «Новый порядок» снят в жанре антиутопии. Но конкретного указания на время действия в картине нет. Этот жанр создаёт небольшую дистанцию. А мне это добавило творческой свободы. Я бы не хотел снимать документальный фильм. Но в моей работе, безусловно, есть отсылки к современной реальности. Про образы погромов в фильме Мишеля Франко хорошо знакомы каждому телезрителю. Здесь есть и явные исторические отсылки к мятежам в Венесуэле, Аргентине, Чиле. Так и параллели с мировыми событиями недавнего времени. Вот только режиссёр принципиально не делит своих героев на хороших и плохих. Яркие характеры здесь как среди восставших, так и среди их жертв. При этом никакого ложного сочувствия. Зритель остаётся бесстрастным наблюдателем сложносочинённой политической игры. Вы знаете, это забавно, но в фильме не говорится о том, что это бедные восстали против богатых. Это уже зрители домыслили. Ага, они устроили революцию, потому что они бедные. Когда волна протестов захватила Чили, восставшие не были бедняками. Это были представители среднего класса. Эта история не совсем о классовом противостоянии, а скорее о том, что в итоге все остаются в проигрыше. Беспощадный бунт заканчивается ещё более беспощадным подавлением. Финал картины хрестоматийный. А выбор жюри фенецианского кинофестиваля критики объясняют просто. В фильме Мишеля Франко показан страх цивилизованной Европы перед новым порядком, который может разрушить привычный уют. Станислав Анисимов, Новости культуры. В Пушкинском музее представили результаты изучения раритетного издания. Трактата римского зодчего Витрувия «Десять книг об архитектуре». Какому мыслителю эпохи Ренессанса принадлежал экземпляр, оказавшийся в музейной библиотеке, узнала Юлия Струкова. «Десять книг об архитектуре» — труд, написанный Марком Витрувием Палеоном в первом веке до нашей эры и изданный в 1511 году. Единственный сохранившийся античный трактат об архитектуре и один из первых на латыни. В редкой книге не бывает двух одинаковых экземпляров. Всего в мире известно более сотни экземпляров этого издания 1511 года, но они все разные. Особенность этого экземпляра — рукописные пометы на полях. Будто сделанные ювелиром, это так называемый гуманистический курсив, характерный для 16 века. Ученые решили пометы расшифровать и попытаться выяснить, кто их автор. Мы искали среди помет на латыни какой-то еще европейский язык. И на 19-м листе была обнаружена первая помета на итальянском языке. «Ди квадрелли джетте аль соли, ди квадрелли нон джетте аль соли, майн форначе» — о кирпичах, брошенных на солнце, о кирпичах, брошенных не на солнце, но в печь. Пометы оказались на латыни, итальянском, греческом. Читатель, основополагающего для архитекторов трактата, хорошо разбирался в его тематике. Соотносил идеи античного автора с трудами современников. Мы в тот момент уже понимали, что, скорее всего, это житель Венеции, поскольку помимо итальянских помет нам также встретился и венецианский диалект. На 70-й странице нашли собственные рассуждения автора. И они полностью совпали с текстом комментария к Ветровию венецианского гуманиста Даниэля Барбара. Сопоставили почерк, тот, что на полях, с рукописями Барбара в Национальной библиотеке Марчана в Венеции. Единство почерка устанавливается благодаря единству дукта, то есть того, как человек пишет, как он ведет пирог, когда он пишет, собственно говоря, свои комментарии. Соответственно, сравнивается написание как отдельных букв, так и их сочетаний, значит, слияние, леготур, поскольку это почерк беглый, курсивный. Почерки оказались абсолютно идентичными. А Даниэля Барбара — архитектор, посол и историограф Фенецианской республики, патриарх Аквилеи, автором помет московского Витрувия. В нашем музее была обнаружена эта находка, а в залах нашего музея висят картины Тициана, висят картины Веронеза, с которым он дружил, а Даниэля Барбара был заказчиком знаменитой виллы, виллы Барбара или виллы Мазер, который строил Палладио, его близкий друг, и вместе с Палладио они размышляли о том, о чем писал Витрувий. Поздравляю тех, кому мы обязаны этой находкой, ну и, конечно, всех нас, потому что в данном случае это находка мирового значения. Рукописей Даниэля Барбара во всем мире не так много. То, что появился еще один источник изучения его трудов — большая научная удача. Это подспорье для тех, кто занимается архитектурной теорией Ренессанса и искусством Венеции. Юлия Струкова, Елена Черняк, Алексей Акимов, Новости культуры. 25 мая в концертном зале имени Чайковского выступит Ильдар Абдразаков с программой «Короли и дьяволы». Сегодня знаменитый бас в программе «Главная роль» расскажет о предстоящем концерте. Смотрите в 19.45. Ну а мы вернемся в эфир за 15 минут до полуночи. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!